Всем тихой ночи! Почти год назад на этом канале вышло видео про MOC SCP. В нем я рассказал самую общую информацию об оперативных группах фонда и о наиболее известных из них, а ведь тема эта довольно большая, потому почему бы не сделать второе видео, из которого вы узнаете много нового а тех, кто находит объекты, захватывает их и защищает. Для начала один из классических MOC, именно такой, каким обычно мы их и представляем. Хорошо вооруженные, участвующие в захвате и содержании аномалий. MOC Beta-7 Mass Hatters, то есть небольшая игра слов. Похоже на Mad Hatters, безумных шляпников, а в одном из документов фонда их называют Hasmatters. Has это распространенное сокращение от слова hazard, то есть угроза, и получается что-то вроде угрозы имеет значение, а еще в Америке есть фирма, которая так и называется, и занимается она безопасностью в самом широком смысле этого слова, в том числе обучает государственных агентов. Похоже, мы раскрыли еще одну организацию прикрытия фонда. Короче, МАСС это смесь двух слов. МЭД, то есть безумный, и ХАС, то есть угроза. В русской версии сайты перевели как шляпные болванчики, что наверное тоже имеет смысл. Если где-то замечены странные младенцы, мертвыми телами которых управляют мерзкие насекомые, по кладбищам ходят деревянные монстры, жрущие покойников целиком, или посреди ничего открывается портал в другой мир, из которого постоянно лезет неопределенного состава субстанция. На место прибывает это МОК, готовая встретиться с химическими или биологическими угрозами, имеющая полный набор оборудования для этого. Во всяком случае, так было в первой и второй тысяче объектов. Позже бойцы стали встречаться и с более серьезными вещами, например, с аркецистическими монстрами и ордами зомби. Так что к костюмам биологической защиты прибавились огнеметы и другое весьма существенное вооружение. Приключений бойцам этой МОК точно хватает. Также именно эта МОК прибывает, когда из камер содержания вырывается какой-нибудь вирус, паразит или сразу целая орда зомби. Они в этом разбираются. Но если орда зомби будет слишком большой, и допустим заполнит весь город, прибудет другая группа под названием Нью-7 Удар Молота, в состав которой входит бронетехника, авиация и даже некие специалисты по ядерному оружию. Хотя не совсем понятно, что они делают. Нью-7 пребывает в случаях, когда происходит не просто нарушение условий содержания, а что-то вроде локального апокалипсиса, разбежавшаяся по местности SCP-939 со множеством голосов. Или как в случае с SCP-1105, когда гигантская грибница начала выплевывать монстров, которые заполонили целый лес. Именно эта МОК сражалась с ордами этих существ на земле. В некоторых объектах показано, что эта МОК пребывает в случае масштабного штурма зон фонда повстанцами хаоса. Она также участвует и в наступательных операциях фонда. Вот в SCP-2660 именно эта МОК штурмовал логово крупной секты, относящейся к церкви разбитого бога. Для содержания объектов эта группа применяется редко, но и такое бывает. Ведь SCP-2803 это целый небоскреб, набитый различными монстрами. А ведь и такое нужно как-то содержать. Но, конечно, больше у фонда все же узких специализированных групп. Когда монстр живет не на поверхности земли и даже не в подземелье, а проживает на дне океана, древний ужас глубин без изъяна. На помощь зовут МОК Гамма-6 кормящих рыб, которые погрузятся на своих подводных аппаратах и посмотрят, как дела у Оного ужаса. Также они захватывают корабли-призраки, охотятся за подводной лодкой, управляемой чудовищами, и занимаются другими подобными штуками. Некоторые МОК действуют и в более экзотичных средах, например, в параллельных мирах. В задачу МОК Сигма-3 библиографы входит исследование мира библиотеки странников, которое своими путями-переходами соединяется со множеством реальностей. А в своем сердце, в библиотеке странников, живет по абсолютно отличным от нашего мира законам. Поначалу это была обычная штурмовая МОК, которая отправилась на захват этого небольшого измерения, плавающего между мирами. Но в итоге штурм обернулся катастрофой. Тогда фондам был применен принципиально другой подход. Агенты этой МОК начали внедряться в различные сообщества мистиков, и это довольно быстро начало давать плоды. В один прекрасный день одно из таких мистических сообществ передало агентам фонда SCP-472 кровавый камень, который способен влиять на психическое состояние владельца. Новый объект в коллекции диковин это всегда хорошо. Также эта МОК исследует различные места, связанные с дланью. В одном из таких были обнаружены записи, которые привели эту МОК к SCP-1591, аномалии, свет от которой вызывает дематериализацию любых предметов. Однако новые предметы для хранения – это не совсем то, что ожидало руководство SCP-5 от этой группы. Потому для захвата и хранения предметов, связанных с библиотекой, была создана МОК ТАУ-9 книжные черви. Эта группа оперативников продолжала заниматься захватом артефактов, связанных с библиотекой. Сигма-3 же превратилась во что-то совершенно иное, потому что задачей этой группы стало проникновение в сам мир библиотеки, для чего люди, состоящие в этой МОК, начали изучать мистические искусства. Многие из них вступили в различные тайные организации мира SCP. Таким образом, собрание МОК Сигма-3 больше похоже на заседание каких-нибудь масон и иллюминатов с Нибиру. В результате деятельности этой МОК, трое её оперативников смогли получить доступ внутрь мира библиотеки. Так что в какой-то момент фонд всё же заполучил доступ в этот тайный мир, что вполне можно считать успехом миссии этой МОК. После этого фонд даже попытался создать ещё одну подобную группу из завербованных людей, из других аномальных сообществ, назвав её Сигма-66. Про неё вот даже есть серия отдельных рассказов. Так что не все МОК — это оперативные группы в привычном понимании. Но некоторые из них — это нечто такое, что и понять бывает непросто. Например, МОК Омега-0. Однажды, в 1980 году, была убита сотрудница фонда, некая Мишель Ю. После этого события на стенах в учреждениях SCP стали появляться странные надписи, а в базе данных — смертельные мемы. Фонд обозначил это явление как SCP-2111, и даже начал использовать для создания нового меметического оружия. Но дело оказалось в том, что после смерти Мишель появилась сильная информационная сущность, имеющая её личность, практически как призрак, привязанный к терминалам базы данных SCP. После в таком качестве начали появляться и другие погибшие сотрудники фонда. Это явление вызвало немалый интерес. Появилось множество теорий об этом. Одна из них говорит, что сотрудники фонда, принимавшие мнестики, то есть препараты, противоположные амнезиакам, заставляющие не забывать и напротив всё помнить, создали уплотнения в ноосфере, привязанные к терминалам доступа к базе данных фонда. И в нём, в этом уплотнении, отпечатываются личности погибших сотрудников фонда. И, конечно же, фонд бы не был фондом, если бы не создал на базе этих призраков МОК. Сама Мишель была стёрта, так как начала воевать против фонда, но остальные вошли в МОК Омега-0. Эта оперативная группа проникает в места, куда не могут попасть живые. Например, в SCP-2759, в пространство, куда попадают люди, принесённые в жертву в Зиккурате. Поначалу фонд приносил в жертву Д-класс для исследования этого пространства, но затем выяснилось, что члены МОК Омега-0 вполне могут это делать, и даже не надо приносить в жертву ребят в оранжевых комбинезонах. Впрочем, для этой МОК нашлась более серьёзная работа. Например, отражение вторжений из инопланетных и иномирных иноосфер. Одна из них получила номер SCP-3125. Её вторжение мертвецы из ноосферы видят не так, как люди из обычного мира. Они её видят, как колоссальную информационную сущность. Они видят, как она изрыгает из себя паукообразных существ, которых при этом практически невозможно заметить и запомнить. Они видят, как эти монстры стремятся убить тех, кто начинает догадываться об угрозе. МОК Омега-0 не только борется с этим вторжением, но и набирает в свои ряды тех, кто погиб от проявления объекта. Так что сколько страшная иноосферная гадость сотрудников убьёт, столько новых бойцов получит МОК Омега-0. Возможно, только поэтому эта штука ещё не смогла захватить мир людей. SCP не был бы SCP, если бы не собрал МОК из SCP-объектов. Одна из таких это МОК Омега-7, шкатулка Пандоры, которая была собрана вокруг SCP-076 Авеля, который в какой-то момент успокоился и даже согласился с идеей сделать из него оперативника. Позже в эту группу была включена SCP-105-Айрис. Эта МОК использовалась для расследования событий, связанных с опасными аномалиями довольно долго. Например, она сражалась с существами, выползающими из SCP-354. Эта МОК принимала участие во многих операциях фонда и добилась многих успехов в устранении паранормальных угроз. Это описывается в серии рассказов «Инцидент Зеро», который написан в жанре такого типичного подросткового фэнтези. С максимально крутым героем и даже этого не стесняются. В конце этой истории происходит реструктуризация реальности и изменение причинно-следственных связей в мире, после которых вся документация по проекту МОК Омега-7 оказывается утерянной. А SCP-076 Авель снова становится обычным объектом на содержании. А вообще разнообразие МОК фонда, оно и правда огромное. Тема не то чтобы бездонная, но довольно большая. Даже для разных аномальных птиц есть отдельная группа Лямбда-4 «Птичий надзор» или «Считающий ворон» в русской версии сайта, которая ловит странных птиц, некоторые из которых залетают в наш мир из соседних измерений и даже в случае с SCP-2760 надувных драконов. Это, наверное, самая безопасная МОК, на протяжении всего своего существования не попавшая ни в один бой. И если МОК, ловящая птиц, не кажется странной, то как насчёт МОК, состоящий из птиц? Ведь фонд может собрать МОК из кого угодно, а объект SCP-3095 – это аномалия, которая делает попавших в неё птиц разумными. А раз есть разумные птицы, почему бы не собрать из них МОК? Под названием МОК-4. У них даже есть свой отдельный хаб, в котором хватит объектов и рассказов на целое отдельное видео. Впрочем, истории про ЭТ-4, кстати, изначально задумывались, как содержащие доли юмора. Ну, в смысле, это же чайки-оперативники на службе тайной организации. Впрочем, ладно, на этом пока всё. Но, думается, мне будет ещё и третий видео про МОК, а может даже и больше. Всем пока!